Внимание Я начну свой рассказ О, это будет интереснейшая и правдивейшая история О приключениях одной девочки, занесенной ураганом в волшебную страну О ее преданных друзьях, о кознях злых колдуний и чудесах добрых фей И о страшной тайне великого и ужасного волшебника Гудвина Повелителя изумрудного города Прошу вас, будьте внимательны, и вас ждет награда Ибо что может быть интереснее, чем разгадывать тайну И что может быть приятнее, чем, наконец, разгадать ее Меня зовут, а, впрочем, я не скажу вам своего имени пока Но если у вас хватит терпения дослушать мою историю до конца, вы узнаете и это Ну, а теперь на крыльях воображения Перенесемся в волшебную страну, где нас ждут те, с кем мы отправимся в трудные путешествия Сейчас я вас познакомлю с ними Вот они собрались уже готовые в дальнюю дорогу Мы начнем, без сомнения, с главной героини нашей истории Вот она, с маленьким черненьким песиком на руках Ах, если бы я был равнодушен к собакам, я бы сказал, что он очень мил Но, увы, я к ним совсем не равнодушен Я их, попросту говоря, боюсь Но об этом поговорим немного позже А сейчас знакомьтесь Нашу главную героиню зовут... Как тебя зовут, девочка? Меня зовут Элли Очень приятно А меня зовут То-то Очень приятно Очень приятно Друзья мои, спорим, вы ни за что не догадаетесь, кто это сказал Не спорьте, проиграйте Это сказал маленький черный песик Не такой уж и маленький Конечно, конечно, уважаемый То-то Смотря с кем сравнивать Если, например, сравнивать с королевским догом Нечестно Другая весовая категория Пожалуй Пожалуй, для своей весовой категории Для вашей весовой категории Я бы назвал ее сверх-сверх налегчайшей Вы вполне крупный экземпляр Но речь сейчас идет о другом Кто же нам поверит, чтобы собаки, даже такие умные, как То-тошка Вдруг умели бы разговаривать? Поверит любой здравомыслящий ребенок Здравомыслящий ребенок поверит в говорящую собаку Не может этого быть Не может быть в обыкновенной жизни В обыкновенной жизни, где все собаки только лают и скулят И я ничем бы не отличался от обыкновенной собаки Ну, правильно, Татошка А мы, как известно, находимся в волшебной стране И всякий знает, что в волшебной стране Разговаривают и звери, и птицы, и даже цветы, и деревья Это так просто Не представляю себе девчонку или мальчишку Которые бы всю жизнь не знали этого Удивительно Но как же вы, такая обыкновенная девочка, как Элли И такой обыкновенный, хотя и прелестный песик, как То-тошка Очутились в необыкновенной волшебной стране Я думаю, всем будет необыкновенно интересно узнать про это Итак, Элли, мы слушаем твою историю Начинай Моя родина Канзас Там живут мои мама и папа Они фермеры Но это значит, что они работают в поле Где наш Канзас? Не знаю, где-то на самой середине Америки Что такое Канзас? Это степь И на правой степь, и на левой степь, и вперед степь, и назад степь Красота! Канзас, это наш дом Бедный фургончик, снятый с колеса, поставленный на землю Канзас, это степные ураганы Такие частые, что к ним можно прибыгнуть Но такие страшные, что прибыгнуть к ним нельзя И вот однажды Ой, не могу Атошка, рассказывай, даже ты И вот однажды налетел такой необыкновенный ураган Что наш домик взлетел к облакам и понес все по небу Как будто это не настоящий дом, в котором находились взрослая девочка и взрослая собака А бумажный змей, который запустили мальчишки Нет, нет, друзья мои, это были не мальчишки Это была злая, коварная колдунья Гингема из волшебной страны Злость так переполнила ее, что она боялась лопнуть от злости А так как лопнуть ей совсем не хотелось, то она решила напустить свою злость на человеческий род и погубить его Так что ваш необыкновенный ураган – это ее рук дело Знаем, только она поплатилась за это Все кончилось для нее крахом Ты хочешь сказать, вероятно, все кончилось для нее крахом Я говорю то, что говорю Ураган занес наш фургончик в волшебную страну И он приземлился прямо на голову злой ведме Крак и гингемы больше нет Ну что ж, справедливо говорится Посеешь ветер, пожнешь ураган А пожнешь ураган, все кончится краком А что же это с нашей Элли? Какое у нее хмурое лицо Хочу к маме с папой, хочу обратно в Канзас Ну-ну, Элли Да разве ты и твои друзья не готовы к путешествию в изумрудный город, где живет великий и ужасный Гудвин? Разве не о нем в волшебной книге сказаны такие слова? Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом Если она поможет добиться исполнения самых заветных желаний Трем существам, которых она встретит по дороге в изумрудный город И которые станут ее верными и добрыми друзьями Ну, Элли Разве предсказания волшебной книги не начали сбываться? Разве ты не встретила своих друзей в волшебной стране? Встретила Ну, так познакомь нас с ними И пусть они расскажут о своих самых заветных желаниях Давай начнем вот с этого смешного человечка с головой, сделанной из мешочка набитого соломой С нарисованными глазами и ртом Ты знаешь, прямо чучело какое-то Ну, так это и есть чучело Только самое необычное, самое симпатичное чучело на свете Расговаривающее чучело Представьтесь нам, пожалуйста Здравствуйте Спокойной ночи Меня Страшут зовила Что, что, что? Да, я хочу сказать, меня зовут Страшила Вы понимаете, его недавно сделали, он иногда путает некоторые слова Да, да, простудите меня, пожалуйста Простудить? Зачем? Он просит его простить Да, 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 простите Страшила Большой путник Путаник Страшила, путаник Простите, а отчего же у вас такое необычное имя? Ой, оттого, что я ворую погон Что, что вы воруете? Ой, виноват, не ворую погон, а пугаю ворон Я пугала Ах, вот в чем дело Ну, и как идут дела? Прекрасно, вороны не пугаются Как же так, Страшила и вдруг не страшно? Еще вороны смеются, они говорят, безмозглый Страшила И вас это огорчает? Обидно, конечно Кого не спросишь, у всех в голове мозги, а у меня солома А хочется, чтобы было как у людей А известно ли вам, уважаемый Страшила, что возвращение Элли на родину зависит от исполнения заветных желаний трех ее спутников? У вас есть заветные желания, которые должен будет исполнить великий волшебник Гудвин? Есть! Я хочу, я хочу, чтобы он как следует набил мне голову Странное желание Страшила хочет, чтобы Гудвин набил ему голову мозгами Да, и я стану самым чумным училом на свете То есть вы станете умным чучелом, если я вас правильно понял Правильно! Ну что ж, вполне достойное желание И, насколько мне известно, исполнить его могу только я Ой-ой-ой Прошу прощения, я оговорился Вероятно, попал под влияние уважаемого Страшила Исполнить такое желание может, конечно, только великий Гудвин Ну-с, давайте знакомиться дальше Кто этот блестящий молодой человек? Ну, это железный дровосек А блестит он, потому что его недавно почистили и смазали Железный дровосек? И что, он действительно железный? Ну, конечно, можете проверить Поразительно! Поразительно! Самое настоящее железо! Да это просто чудеса! Волшебная страна! Чего же вы хотите? Я не всегда был железным Когда-то я был, как все люди И полюбил девушку Мы были так счастливы Но злая гингема решила помешать нам стать мужем и женой Вы же знаете, ведьмы не выносят чужого счастья Мы с девушкой долго не поддавались на все козни И тогда гингема заколдовала мой топор И мой топор набросился на меня Я был хорошим дровосеком, и у меня был очень острый топор Можете себе представить, что он со мной сделал? Вот так я попал в кузницу Вы, видимо, хотели сказать, попал в больницу В больницу? Видно, вы не знаете, какой у меня топор После него в больнице делать нечего Я попал в кузницу И он сделал мне железные ноги и руки И железную голову И что же, ваша девушка оставила вас? О нет, это была удивительная девушка Она осталась со мной Даже лучше сказала она, что ты железный Теперь нам не придётся тратить деньги на сапоги и брюки А рубашки и пальто С тобой выйдет хорошая экономия Да, знаете ли, железная девушка О нет, она была человеком И всё же нам не суждено было одолеть гингему Топор мой не успокоился И вскоре кузнецу пришлось сделать мне железное туловище Оно вышло на славу Но сердце Бедное моё Сердце Полно, полно Вы, кажется, плачете Осторожней, друг Ему нельзя Скорее платок древесному человеку Железному дровосеку страшило Ему в самом деле нельзя плакать Он заржавеет Успокойся, дровосек Простите мне минутную слабость Я знаю, вода вредна мне во всех видах Где моя маслёнка? Вот, держи А, вот, спасибо, Элли Ты настоящий друг Спасибо, Татошка Спасибо Спасибо, страшило Ну вот Всё уже в порядке На чём я остановился? Да На вашем сердце Да Моё сердце Оказалось тем самым предметом Сделать который Было не под силу Даже нашему замечательному кузнецу С тех пор Я человек Без сердца Ай-яй-яй-яй-яй-яй А как же ваша девушка? О, она обещала любить меня Даже таким Но Как бессердечный человек Я считал, что не имею права На её любовь Я освободил её От её обещания Она ушла И с тех пор Я сказал бы Что с тех пор у меня болит сердце Если бы не знал Что сердца у меня Нет Ему тоже нужны Мозги Нет, страшило Как человек, имевший мозги Скажу тебе Человеку прежде всего Надо иметь сердце Только тогда он Человек Так, так, так Великому Гудвину Прибавляется работа Кто следующий? Что это? Мама Не бойтесь, не бойтесь Как не бойтесь Не бойтесь Это же лев Лев, царь зверей Ой, да он не царь Ну, то есть он не лев Ну, то есть он лев, но трусливый Интересно Трусливый лев Да вы посмотрите На его хвост На хвост? Ну, да Он дрожит Как у самой последней Канзасской собачонки Он самый львивый трус на свете Простите, вы действительно Львивый трус Ой, трусливый лев Без всякого сомнения Интересно А кого или чего вы боитесь? Не бойтесь, я боюсь всего и всех Простите, а почему? Если это, конечно, не секрет Потому что я трус А почему вы трус? Потому что боюсь Понимаете, вы так страшно рычите Это я от страха Но ведь вас самого все боятся Меня боятся, потому что никто не знает Какой я отчаянный трус А я больше всего Боюсь, что все узнают про это рано или поздно И чем больше боюсь Тем сильнее рычу Спасибо Спасибо, я уже понял Спасибо, не надо Простите, вы хотите что-то добавить? Хочу добавить Что это секрет Секрет Обещаю вам, об этом никто не узнает Раз у вас такое заветное желание Мое самое заветное желание одно Сделаться храбр Вот о чем я хочу просить Гудвин Я уверен, что если вы так будете его просить Он не замедлит вам помочь Я хорошо его знаю Гудвин очень прислушивается Когда его так просят Ну что же Кажется, мы знакомы теперь Со всеми участниками предстоящего путешествия Можно выступать? Итак, друзья мои Мы идем куда? В изумрудный город Правильно Мы идем кому? К великому и ужасному волшебнику Гудвин Мяу Молодец, Татошка Мы с вами идем Зачем? Чтоб он исполнил наши заветные желания И дал страшные крепкие и острые мозги И вернул бы железному дровосеку Живое сердце И сделал бы меня самым храбрым львом на свете И помог Элли вернуться на родину Домой, в Канзас Итак, друзья мои Вперед! И не сбейтесь с дороги Вымощенной желтым кирпичом Если думать о себе За себя бояться То не лучше ли с мечтой Сразу же расстаться И не надо вдаль ходить В город незнакомый Самого себя любить Так приятно дома А мы не такие, как вы описали Поэтому вышли мы в дальние дали Без друга ни шага За друга на бой Ум, сердце, подвага Ум, сердце, отвага Под раскат и грома Под раскат и грома Самого себя любить Стойте, 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 стойте Чуть не позабыли Элли, Элли Взгляни-ка сюда Путешествие Путешествие началось Левом и страшила Железным дровосеком Элли внимательно смотрит вперед Ей не до разговоров А остальные на ходу беседуют Давайте-ка и мы послушаем О чем они говорят Лев, а лев? Скажи, пожалуйста А ты когда-нибудь дрался с другими львами? Нет, до драки дело не доходило Почему? Я так быстро бегаю Что ни один лев меня не догонит И куда ж ты после этого годин? Никуда Я же говорю Вся надежда на волшебника Так-так А что же обсуждает другая пара? Мне страшна только ржавчина Поэтому я всегда ношу с собой масленку А ты, если промокнешь Мы высушим твою солому И все Ну, знаешь, вода мне тоже ни к чему Посмотри мне внимательно в глаза Смотрю Ну, какие они по-твоему? Ну, круглые Ну, а еще? Еще? Не знаю Глупые? Это само собой Но главное Они нарисованные А если вода смоет краску Что со мной будет? Будешь чистым? Да нет Пойми Я потеряю лицо Стойте, стойте Осторожно Здесь обрыв Ой, как страшно Я бы, пожалуй, перепрыгнул И я бы вместе с тобой Что-то я не видел у тебя крыльев Страшилу Даже соломенных Да зачем же крылья, когда есть грива? У тебя есть грива? Не у меня, а у льва Ну и что? А то, что за гриву можно держаться Кому? Всем Когда лев прыгает С ним прыгает его грива, так? Ну да, ведь это его грива А если за гриву держусь я Значит, я прыгаю вместе с гривой А потом ты А потом дровосек А потом Тутошка Ай да страшила Ай да соломенная голова Потрясающе Лев, а ты разрешишь нам подержаться за твою гриву? Ну конечно Я же трусливый лев, а не жадный Давай, лев Я прыгаю первый Давай А Совсем забыл Я не могу прыгать Почему? Боюсь, я трусливый лев Он прав Подожди, лев Давай подумаем Раз ты трусливый, тебе нужна смелость, так? Еще как нужна А смелость тебе может дать только Гудвин, так? Только Гудвин А чтобы попасть к Гудвину, нужно сейчас сделать что? Перепрыгнуть пропасть Вот ты молодец Только помни Если ты этого не сделаешь Храбрости тебе не видать Как Ну я не знаю чего Как мне мозгов А мне живого сердца А нам сели родных мест Так что решай сам Я прыгаю Садись страшила Держись крепче Ах, если бы вы видели Как он прыгает Этот трусливый лев Раз И страшила уже на другой стороне Раз И уже на спину льву взбираются Эли с Татошкой Раз 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 И вот уже все путешественники На другой стороне глубокого оврага Ну вот и молодец Очень устал Что ты Я трусливый лев, а не слабый Ничего Зато теперь у тебя снова Ей шанс стать самым храбрым львом Ну что ж Первое приключение Как видим Окончилось для наших путешественников Вполне благополучно Посмотрим, как дела пойдут дальше Ведь недаром говорится Чем дальше в лес А лес Вокруг дороги Вымощенный желтым кирпичом Чем дальше Тем делается все угрюмее Угрюмее И вот уже становится совсем темно Так темно, что и дороги не видно И становятся слышны Какие-то странные Страшные звуки Ой Что это? Я знаю этот лес Здесь живут саблезубые тигры Саблезубые тигры? Да Страшные чудовища Они куда больше обыкновенных тигров И у них клыки, как сабли Дома я читала в книжке Что саблезубые водились в древности Но потом все вымерли? Вот так В древности уже вымерли А у нас все еще живут Волшебная страна Чего же вы хотите? Пау! Смотрите Опять овраг Эй, Дун В два раза шире прежнего Да Тут мне не перепрыгнуть Даже если бы я был Самым храбрым львом на свете Кто с тобой, Татошка? Вау! Вау! Они близко! Вау! 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 Это саблезубые тигры Я боюсь Нас спасет, древосек Готовь топов Готовь топор Рубить тигров Видишь дерево на краю оврага? Правильно Вы лезете на дерево А я пока рублю тигров Пока руби дерево Зачем? Оно упадет через овраг И получится мост Ловко! Пощупай-ка голову, Страшила Не появились ли у тебя Вместо соломы Настоящие мозги Мозг готов! Ура! Пошли, пошли, ребята! Спокойствие, переходим Не боимся никаких Тигрозубых саблей Перешли Смотрите, смотрите И они идут по нашему мосту Ну и чудовище! Дровосек! Опять руби дерево! Дерево? Ну здесь нет больше деревьев, Страшила! Наше дерево, которое мост Оно упадет в пропасть И мы спасены! Три взмаха тяжелым топором И дерево вместе с громадными Саблезубыми тиграми Летит в пропасть Удивительно, но в соломенную голову Страшилы В этот день приходили Исключительно блестящие мысли Друзья мои, согласитесь Тем, что первые приключения Закончились для наших путешественников Так благополучно Они, безусловно, обязаны Главным образом Страшилиной находчивости Ну, не скрою Переволновались все Не на шутку И теперь спутникам надо Как следует отдохнуть Я надеюсь, что нынче Их испытания завершились И они, наконец, могут Ой! Ой! Что это? Не бойтесь, это я А, слышите? Слышите? Это бьется мое сердце Не очень-то приятная штука Попасть в лапы к таким Саблезубым чудищам Вот оно и бьется от переживаний Ну-ну, успокойся Сказать по правде Я уж было Совсем простился с жизнью Но теперь чувствую Поживем еще Что такое опять? Опять сердце Снова? Да Только теперь От радости Какое сердце Ах, если бы у меня Было такое же Сердце Будет, дровосек, будет Ну, на сегодня хватит Правда, ребята? Чувствую я, что все это Только начало Главное еще Впереди И я думаю Что наша Элли Маленькая предводительница Дружного войска Права Путешественникам следует Хорошенько отдохнуть И набраться сил Перед новыми испытаниями Все у них еще впереди Все впереди Уверяю вас Уж я-то знаю Давайте-ка сейчас Перед тем, как на сегодня Расстаться с ними Взглянем на прощание Как друзья, пройдя еще немного По дороге, вымощенной Желтым кирпичом Выходят к широкой И быстрой реке Здесь они будут устраиваться На ночлег Ну что ж Пожелаем им Спокойной ночи И расстанемся с ними До завтрашнего дня До завтра Мои маленькие слушатели До завтра Если думать о себе За себя бояться За себя бояться То Не лучше ли с мечтой Сразу же расстаться Сразу же расстаться И не надо вдаль ходить В город незнакомый Город незнакомый Самого себя любить Так приятно дома Так приятно дома А мы не такие Как вы отписали Поэтам Вышли бы в дальние дали Без друга ни шага За друга на бой Сердце Отвага Девиз наш Давай Друг Порой тогда лишь друг Коли все в порядке Коли все в порядке Ну А если друг в беде Норку без оглядки Норку без оглядки Надо ли с дым Успешить Урю Урю Под раскат и громом Под раскат и громом Самого себя любить Так приятно дома Так приятно дома Мы не такие Как вы отписали Поэтам Мы шли бы в дальние дали Без друга ни шага За друга на бой Ум Сердце Отвага Пересташ Добой